Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Тарас Степаненко. Сегодня мы будем говорить о работе регионального парламента, подведем итоги 2015 года. У нас в студии председатель Курской областной думы Татьяна Евгеньевна Воронина. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна. Добрый вечер. По традиции, перед началом нашего разговора хочу напомнить телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, а значит, вы можете задавать свои вопросы по телефону 70 35 15 или на сайте нашего телеканала 7info.ru в рубрике «Онлайн». Первый вопрос. Как раз начнем с общего подведения итогов 2015 года. Каким этот год был непосредственно для депутатов Курской областной думы? Может быть, было что-то, что эту работу направляло? Ну, если в целом говорить, то 2015 год, год, который уходит в историю, он был сложным годом. Но это несмотря на то, что сегодня есть такая ситуация, которая складывается у нас в целом мире. Наверное, это те кризисные явления, которые были на протяжении всего года. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мы были вместе, вместе, работая конструктивно с исполнительной властью, законодательная власть, бизнес-сообщество, наше гражданское общество. И нам все-таки удалось добиться определенных результатов. Но, наверное, самый главный итог 2015 года – это 70-летие Великой Победы. Когда мы вместе объединились, вышли бессмертным полком со своими портретами своих родственников. Как раз показали единение, что мы на самом деле вместе. Но, если говорить конкретно по депутатам Курской областной думы, то за этот год было принято порядка 300 нормативно-правовых актов, которые были направлены на реализацию различных отраслей. Это и промышленность, это и аграрный сектор, ну, конечно, и социальная сфера. Стоит, наверное, сказать, что был принят главный наш основной документ – это закон о бюджете на 2016 год. Мне бы хотелось сказать, что в первоначальном этапе наш бюджет лучше, чем бюджет 2015 года. И можно сказать о том, что практически на 8% мы ожидаем увеличения налоговых поступлений, а этот бюджет был сформирован, исходя из социально-экономического развития нашего региона. Это с ростом индекса потребительских цен на 7%, увеличение уровня заработной платы на 7%, и индекс промышленного потенциала с ростом на 4%. Вот эти основные показатели, которые были заложены в бюджет 2016 года. Но это очень позитивная информация. Да, это очень позитивная информация, и мы, как правило, принимаем бюджет, еще не все учтены федеральные средства, которые мы будем получать из федерального центра. Вы уже сказали пару слов о том, что законодатели трудились также над поддержкой реального сектора экономики, но вот те законодательные инициативы, которые принимались в стенах Курской областной думы, насколько эти инициативы, эти решения смогли стать такой подушкой безопасности для промышленников? Ну, если говорить о промышленниках, то за основу, конечно, берется закон, федеральный закон о промышленности, который был принят в конце 2014 года. Он вступил в силу. Сегодня мы работаем над нашим нормативно-правовым актом, законом о промышленности, то есть в условиях нашего региона. Ну, наверное, можно сказать о таком предприятии, как Михайловский горно-обогатительный комбинат. Буквально вот совсем на днях мы подводили итоги работы этого масштабного гиганта промышленности. Это 20% поступления налогов с этого дает это предприятие. В региональный бюджет. Да, в региональный бюджет. Это градообразующее предприятие для города Железногорска. На этом предприятии работает более 14 тысяч наших граждан Курской области. Конечно, это предприятие, которое сегодня доказывает свою работу, показывает трудовыми подвигами. И, конечно, это предприятие очень вкладывает в инвестирование, потому что, не буду останавливаться, мы говорили уже на эту тему, это новые проекты, которые сегодня вводятся на этом комбинате. Наверное, и надо сказать о атомной электростанции, о строящейся сегодня АЭС-2. Это тоже масштабное предприятие. На следующий год инвестиции будут составлять более 10 миллиардов. И сегодня уже на строящейся станции работает около 600 человек. А с учетом тех инвестиций, которые будут в 2016 году, это еще более тысячи будет занятых людей. Конечно, это предприятие и регионального, и федерального. Ну, я думаю, что и международного, потому что именно первый блок, он будет, конечно, здесь будет экспортироваться атомная электроэнергия за рубеж. Это очень важный, конечно, объект для нашего региона. Ну, наверное, можно сказать и о таких предприятиях, как Волокно, как Авиавтоматика, как Композит, которые тоже предприятия развиваются, вкладываются инвестиции в развитие предприятия. Это очень важно. Поэтому и в этом году мы ожидаем, что по итогам 2015 года у нас будет рост промышленности где-то на 4%. И также такая же цифра заложена в бюджете 2016 года, вот эти цифры. Наверное, не все сегодня могут сказать о таких достижениях именно в промышленности. Ну, вот вы правильно заметили, потому что в целом по России далеко не каждый регион может похвастаться такими цифрами. Есть в некоторых регионах снижение этого показателя. Но вот в целом по России есть еще такой фактор роста, как агропромышленный комплекс. Вот здесь что у курян есть? Вы знаете, нам часто говорят, вы аграрная область, но, как всегда говорит Александр Николаевич Михайлович, наш губернатор, мы индустриально аграрные. То есть у нас есть и развитие промышленности, есть и предприятие промышленности. Ну, а то, что касается аграрного сектора, я считаю, что мы здесь лидеры. Лидеры и наша Курская область, потому что у нас сегодня есть хорошие результаты. У нас в текущем году произошло увеличение пассивных сельскохозяйственных культур более 60 тысяч гектар. У нас производство зерна составляет около 4 миллионов тонн. Оно чуть ниже прошлого года из-за погодных условий. Но мы стали лидерами в стране по производству и свеклы, и картофеля. Это немаловажно. То, что касается переработки, то в текущем году производство мяса составит около 425 тысяч тонн, мы ожидаем по этому году. Это с хорошим ростом, 114 тысяч тонн молока, 268 тысяч, ой, 114 тысяч тонн, простите, это птицы, 268 тысяч – это производство молока. И здесь мы занимаем по мясу, мы занимаем второе место в Центральном федеральном округе. По птице, по молоку мы занимаем шестое место в Центральном федеральном округе. И сегодня можно также сказать о тех инвестиционных проектах, которые в аграрном секторе. У нас идет большое строительство хладобойной и свинокомплекса «Агропромкомплектация». Это крупный инвестиционный проект. И буквально сегодня пускается такой объект, как «Агропарк». Это тепличный комплекс на 11 гектарах, который позволит по году обеспечить наших граждан свыше 6 тысяч тонн овощей. То есть сегодня есть уверенность, что овощами граждане Курской области будут обеспеченными своими. Это тоже немаловажный такой фактор. Более чем ожидаемый объект. И я думаю, будет еще не одно такое аналогичное открытие. Это как раз мы говорим много о импортозамещении. Это как раз вот те продукты, которые мы будем есть свои. Это очень важно для нашего населения. Но вот переходя от экономики к политике, не могу обойти вниманием и ежегодное послание президента, если коротко, о своих впечатлениях, о тех знаковых моментах, которые затем и вы учитывали в работе парламента. Да, действительно принимало участие. Конечно, своего рода послание президента является вектором работы всех органов государственной власти. Были обозначены основные вопросы. Конечно, в первую очередь это международного уровня, которые касаются в первую очередь терроризма, который сегодня шагает во всем мире. И здесь как раз Владимир Владимирович обозначил, что мы должны все объединиться. Я считаю, что Россия играет в этом, лидирующую занимает позицию. Конечно, касались вопросы и развития экономики нашего региона, без этого нельзя. Касалось, конечно, поддержки именно высокотехнологических предприятий, поддержки малого-среднего бизнеса, что немаловажно. То есть сегодня мы в Курской областной думе уже подготовили, мной было дано распоряжение, мы подготовили план действий по выполнению именно послания нашего президента. Я не случайно спросил о послании президента. Владимир Путин не раз говорил о важности единства, гражданской консолидации, и в том числе об активности гражданского общества. Вот 2015 год для гражданского общества в Курской области. Каким он был? Может быть, Ваши какие-то есть особые замечания? Вы знаете, мы на протяжении последних лет очень много уделяем внимания открытости диалогу. Потому что принимая тот или иной закон, конечно, в первую очередь мы придаем его открытости. У нас участвуют и эксперты, и очень много общественных организаций. Потому что я считаю, что именно общественные организации, они являются таким связующим звеном между властью и нашими людьми. Поэтому, вот я уже привела пример, даже наш основной закон, это закон о бюджете. Конечно, он проходил и публичные слушания, и давали заключения очень много экспертов, и принимали активное участие наши граждане, наши студенты. То есть сегодня Курская областная дума открыта для диалога, и очень много уделяется внимания нашей молодежи. Мы являемся своего рода такой открытой площадкой. Вот не последнее слово, правильно вы говорите, за молодежью. У нас есть сюжет о молодых людях, которые сегодня добиваются больших результатов в спорте. Такое своеобразное подведение спортивных итогов года. Давайте посмотрим, потом уже будем подробнее говорить. Внимание на экран. Всемирная летняя универсиада 2015. Дистанция полторы тысячи метров. Курская легкоатлетка Кристина Угарова делает финишный рывок. Обходит сразу нескольких соперниц. А вот кадры последних секунд. На них видно, как американская атлетка буквально бьет Кристину рукой, пытаясь помешать ей завоевать бронзовую медаль универсиады. Получается, в порыве такой спортивной борьбы, злости, тут уже каждый борется как может. Ну, конечно, нельзя было задевать меня, но мы не стали подавать протест, потому что, как бы, я понимаю, что такое вырвать победу у самого финиша. Она не ожидала, она потом подошла ко мне в раздевалке, она сидела очень долго около меня и так вот, ну, шокирована была. Даже несмотря на скандал, связанный с антидопинговым комитетом и отстранением спортсменов от состязаний, курские легкоатлеты продолжают готовиться ко всем соревнованиям, и российским, и международным. Екатерина Купина – неоднократный призер в беге на 800 метров, вице-чемпионка страны в эстафете. Признается, тяжелая конкуренция будет и в России, и на международной арене. Россия очень богата девочками 800-метровичками, очень сильная конкуренция, очень. Такой в мире может быть только Америка. В топ-100 лучших в мире входит где-то 20 американок и, ну, на сегодняшний момент 15 русских. Никто рук не опускает, все готовятся. Будет видно по зиме, как бы, зиму я пропускать не собираюсь, но я вообще никогда не пропускаю сезоны. Вот они, сильнейшие спортсмены 2015 года – дзюдо, бокс. Но самое большое представительство у легкой атлетики и фехтования. Это колоссальный труд, который приводит к этой вершине. К победе, к рекорду. Это надо очень любить свое дело и свой выбор, чтобы достичь таких результатов. Огромное еще раз вам спасибо за это. 2016-й – Олимпийский год, и от него все ждут наград. В том числе с золотым отливом из солнечного Рио. Вот мы посмотрели, какой пример подают юные спортсмены нашим курянам. Но вот что можно сказать о состоянии души, о духовности курской молодежи? Вот это довольно непростой вопрос, потому что какого-то формулы, как исправить души, нет. Ну, я бы охарактеризовала нашу молодежь патриотичную, высокограмотную. Они принимают самое активное участие во всех мероприятиях. То есть это люди активной гражданской позиции. И вот буквально подведение итогов по нашим спортсменам, да, это такое признание вершина, общенародное признание. Конечно, мы гордимся своими спортсменами, которые достигли таких результатов. Это Инна Дереглазова, и Кристина Угарова, и Юлия Бирюкова. Действительно, это наши звездочки. Но я хочу сказать, что очень много сегодня в области делается для того, чтобы спортом занимались наши молодые люди. Потому что действительно спорт – это здоровье, это здоровая нация, это общегосударственная программа. Мы все знаем, что с 1 января 2016 года вводятся в стране нормы ГТО. Это очень правильно, это очень своевременно. Мне хочется сказать, что с 2006 года по сегодняшний день в нашей области создано 300 различных спортивных объектов. Это и ФОКИ. Вот буквально мы в Железногорске открывали физкультурно-оздоровительный комплекс. Это ледовые арены. Это спортивные площадки, которые делаются в рамках реализации государственной программы «Газпром», в рамках социальной политики партии «Единая Россия». Это и бассейны. Это очень важно. И вот у нас есть такие результаты. Я думаю, что самое главное, что в этих спортивных учреждениях наши спортсмены своим ярким примером будут показывать наши молодежи. И сегодня отрадны, что спортом занимается в Курской области. Конечно, небольшое количество, это чуть более 30% населения, но буквально два года назад оно составляло всего лишь 15%. Это такой своего рода рывок. И если смотреть на уровни всей Российской Федерации, то это где-то приблизительно такая же цифра, как и у нас. Мне кажется, среди молодых курян, среди молодежи политикой занимается народа еще меньше. Но вот вы часто говорите о работе молодежного регионального парламента, общественной палаты. Вот что можете сказать о работе ваших, можно сказать, помощников? Да, это наши помощники, они у нас принимают самое активное участие во всех мероприятиях. И они становятся инициаторами многих мероприятий. Вот в частности, прошедший год, 70-летие Великой Победы, я им благодарна. Но они сегодня и пробуют себя в качестве таких законодателей. То есть от них есть инициатива, и она нашла уже отражение в принятии закона о запрете энергетических напитков в нашей Курской области. Сегодня готовится такой замечательный законопроект о духовно-нравственном и патриотическом воспитании. И именно молодежь стала инициаторами реализации вот этого закона проекта. Сегодня наша молодежная палата занимает достойное место в Российской Федерации. Они входят в десятку наиболее таких лучших парламентариев молодых. Мы, конечно, гордимся. Ну и мы стараемся быть всегда вместе, быть всегда рядом. Ну вот, есть у меня такое наблюдение. Обычно на имидж руководителя работают такие вот стержневые вопросы, как политика, экономика. Но вот у вас в работе получается, что в качестве одного из важных вопросов еще и поддержки семьи, материнства и детства, ну вот в этом плане вы как-то немножко отличаетесь от своих коллег. Вот почему вот такой вот уклон выбрали? А вы знаете, наверное, нет ничего важнее семьи в нашем обществе, в целом в Российской Федерации. Когда-то скептики говорили совсем иное, но сейчас, по-моему, все пришли, что если благополучная, счастливая семья, то есть и результаты социально-экономического развития того или иного региона. И я хочу сказать, что в послании президента Владимир Владимирович уделил тоже это огромное внимание. В частности, это касается федерального материнского капитала. Он будет еще продлен на два года. Это как раз говорит о том, что сегодня ситуация, демографическая ситуация в нашей стране, она улучшается. Это стало вот как раз тем результатом. Есть позитивные результаты и у нас в Курской области. Сегодня в Курской области свыше 8 тысяч многодетных семей. И рождаемость вторых и третьих детей в семьях, она возрастает. Это как раз говорит, что, значит, есть уверенность у наших семей в будущее. Действительно остается такая непростая категория дети-сироты. Еще более 600 детей, которые нуждаются в своих семьях, которые ждут мамы и папы. Но когда-то мы буквально это три года назад начинали, что в базе данных количество детей-сирот, оно превышало свыше двух тысяч людей. И сегодня вот благодаря тем мерам поддержки, которые сегодня есть и в Российской Федерации, и в нашей Курской области, а у нас в Курской области более 20 видов мер поддержки именно действуют на оригинальном уровне. И у нас, наверное, не проходило ни одно заседание Думы, где бы мы не рассматривали изменения закона или принятие закона. Буквально вот на крайнем заседании Курской областной думы в декабре мы также внесли изменения в закон о государственной поддержке семей, имеющих детей. Это касается нашего материнского оригинального капитала, который на сегодня составляет свыше 83 тысяч рублей. То есть мы его расширили, те люди, которые являются получателями, они могут его использовать и на улучшении жилищных условий. Это подведение и газа, и водоотведение, и ремонт. Мы считаем, что это улучшит качество жизни наших многодетных семей. Вот если очень коротко, потому что осталось времени мало, а как 2015-й изменил вас? Может быть, взгляды, подходы? В 2015-й год, как, наверное, и предыдущие годы, мы также работали на благо наших избирателей, потому что мы не только принимаем законы, но у нас есть и свой закон, закон о наказах избирателей, который мы должны выполнять. И наша задача, конечно, это оказать всяческую помощь людям, что мы исследуем именно в своей деятельности. И рады, если мы помогаем людям, и их жизнь становится лучше и счастливее. Это как раз и есть наш итог, итог нашей работы. И совсем короткий вопрос. Как вы проведете Новый год и пожелания нашим телезрителям? Новый год проведу в кругу семьи, и хотела бы, пользуясь случаем, поздравить наших курян с наступающим Новым годом. Дорогие куряне, пусть этот Новый год принесет вам мир, тепло, спокойствие, уют, уверенность. Пусть будут счастливы и благополучны ваши семьи, пусть будут счастливы наши дети. С Новым годом, с Рождеством Христовым! Татьяна Евгеньевна, вас тоже с праздниками. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо, Тарас. Ну, наша программа подходит к концу. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. И оставайтесь с телеканалом СЕЙМ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова